...был, и есть, и грядет. Аминь. Как раз я вот немножко слушал ваши передачи, знаете, и... Мне очень нравится Ян Златоуст. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не, я не против, не-не. Я слушаю и говорю. Ну как, у меня таких особых там нет к вам вопросов. Просто хотелось, чтобы вы нас поддержали в молитвах. Вот мы сами с Украины, с Украины, но мы эмигрировали в Израиль. Уехали в Израиль. Уже год в Израиль живем. Живем возле Кесарии. Так. Вопрос в чем? А? Вопрос какой, я не понял, может быть. А, ну, чтобы за нас вспоминали в молитвах, чтобы, ну... Потому что здесь немножко духовно так тяжеловато, знаете. Здесь как бы капиталистическая система, знаете. Работа, 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 работа. А в Украине, как бы, я немножко, ну, в духовном плане занимался миссионерской деятельностью. А почему вы уехали в Израиль? Ну, здесь у жены родители, и, ну, у меня еврейские корни, у жены так как бы уехали. А родились-то где, на Украине? Да, 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 на Украине, да, да. Вот так вот. Я как-то просматривал ваши передачи, так бывает, смотрю иногда, знаете. А вот в Украине мне там один знакомый подарил книги Иоанна Златоуста, но... Я их уже сюда не провез, потому что было много багажа, вот, и вот так вот. А вот именно жизнь этого человека очень интересная. Я даже знаю, вроде бы, у вас есть фильм, да, «Златоуст» из потерявки, когда-то вы помоложе, да, снялись? Да. Да. Ну, нравится, вы увидите в годах, а так все-таки, как Давид говорит, хотя я стар, но слово Господа у меня еще на устах, да? Ну, да. И в старости, говорит, соча, плодовитая и свежая. Да, 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 да. А здесь немножко духовно очень так начало слабевать, вы знаете, так тяжело. Завод в три смены работаю. Неделя-ночь, неделя-день, неделя-вторая смена. У меня трое деток. Кем работаете? А мы делаем камень, камень делаем. А как? Может быть, знаете, такие, как бы, из него делают столешницы такие. Ну, да. Гранит такой вот. И я, ну, там, на песках работаю. Ну, у меня просто трое деток, и, как бы, здесь западная система, надо, чтобы муж и жена работали. Но я пока месяц один работаю, у нас еще дети маленькие, как бы. От Исаку 7, Давидику 3, и Эстерка у меня, доча, ей полтора годика. А вы как, пилите этот или выливаете, как бетон? Не, ну, я, смотрите, я делаю такой материал, как бы, песок, мешки нам завозят 800 килограмм, 800 килограмм, как бы, мешки по 800 килограмм песка. И по 7 килограмм специально, как бы, там, какая-то примесь просто. Я его размешиваю. И потом эти мешки, которые я делаю, отправляют в цех из этого песка, который я делаю, уже смешанный песок. Я делаю, и они, как бы, выпекают платы. Выпекают платы такие по 3 метра. Ну, они как? А потом, а потом другой цех, эти платы уже, как бы, их оттачат, оттачат, и уже, как бы, они... Как вот, и делай, допустим, отмостку у дома. Цемент перемешиваешь. Я занят. Ну, 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 не, 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 это не как цемент, смотрите, но, как бы, я делаю просто, он, как бы, сухой песок. Сухой песок, и, как бы, такие пакеты, там, по 7 килограмм, оно как мука выглядит. То есть, я его перемешиваю, ну, мне там... Ну, а как оно, как оно, как оно, как оно должно сделать, плита должна быть твердая? Ну, нет, ну, я, как бы, я не видел уже, как его выпекать. Я просто в таком цеху, где я просто сделал песок, и его в другой цех завозят, и уже они, как бы, его, я не знаю, как они его выпекают. Ну, а как они выпекают? Что, добавка какая-то? А как оно будет? Он нагреется, он такой рассыпчатый и будет. Какая столешница-то? Ну, вот, я, честно сказать, я даже не знаю. Тут у нас называется это шаяш, завод, шаяшный завод. Ну, я строитель, поэтому я интересуюсь. Нет, может быть, смотрите, этот камень, как бы, искусственный. Может быть, я же говорю, у меня даже здесь, на кухне, но, есть, это, вот эти столицы. Вот я сейчас покажу вам. А что у вас так, это, экран дергается? А я с телефона разговариваю, с телефона. Да ладно, не надо показывать, я понял это дело. Так, а вы наше... Ну, вот сейчас, сейчас, посмотрите, вот, видите, вот, минуточку, вот. Здесь, как бы, горячий чайник можешь ставить, все, и, как бы, ну, оно не этот. Ну, это без цемента ничего не сделать, это цемент добавляют. Или что-то... Ну, может быть, я не знаю, в интернете, в принципе, наш завод, он есть. Он называется, так и называется, Эвен Кесар, Эвен Кесар. Кесар и Камень. Вы по-еврейски разговариваете? Ой, не, не, еще не разговариваю, не, ну, как бы, некоторые слова я знаю, некоторые слова, как бы, мы... Слава Богу, это Баруха Шем, Баруха Шем, слава Богу. А что такое Лихаим? Ой, не, я не знаю, не знаю. Это журнал? Ну, здесь так говорят, манишма, это как дела, ты говоришь, беседр, беседр, это хорошо. Вот. Мы живем, прям, на берегу Средиземного моря, вот, где Кесария. Кесария, вот этот город Ирода, где, вообще, мы в такой местности, откуда благая весть вышла для язычников, где, помните, был воин, сотник, сотник, и когда ангел явился ему, помните, он молился. Деяние, 10 глава. Ну, что печально, я удивляюсь, что здесь не так уж и, ну, как сказать, тут, как бы, у нас иудаизм, как бы, все в кипах такие вот, но почему-то одно безбожество. Как Христос говорит, они называют себя иудеями, но сборище сатанинское, помните? Так я знаю, а вы-то, иудеи, вы в Израиле живете без бороды, и почему? Ну, нет, как бы, смотрите, я приехал в Израиль, я же говорю, я не рожден был, как бы, в Украине, прям, в еврейских традициях, знаете. У меня мама еврейка, потом бабушка была эвакуирована в Самарканд, у меня мама в Самарканде родилась, евреев вывозили. А, в принципе, родились мы, как уже обычные люди, вот, в Украине. Да, да, это не в Украине дело, дело в вас, евреи. Да вы-то, когда послы пришли, полповарный отец, он даже в Иерусалим не пустил их, пока не отрастут бороды в Верехоне, в проклятом городе. Я видел, когда разговаривали с одним братом-пятидесятником с Украины, и говорили, что это у вас две мамы, да, так интересно. Да. Ну, да как же там, Бог дал этот образ, как ты его можешь казнить, тем более евреям. В жизни я был в пятидесятнической церкви, может быть, знаете. Да не при чем тут пятидесятники-то? Я просто о человеке говорю. Бог так сотворил. Это противление Богу. Да, да, да. Ну, надо, будем стараться, надо отпускать. Не стараться не надо, не трогать. Ну, что стараться? Это она, пыль какая, отстряхнул, и все, тем более работайте с песком. Наоборот, у вас кожа будет свежая всегда. А что вы скоблитое-то ее? Не надо это делать. Не надо никак делать. А что вы решили-то, с какой целью ко мне зашли? Ну, я чего-то просто просматривал, вот ваши эти, как бы, каналы, так, и вот особенно Ян Затаус. Я, бывает, слушаю его в аудиоформате, слушаю. Да, у меня насчитан он весь. Я его начитывал еще в советское время, насчитывал. Ну, 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 и так я просто решил познакомиться с вами. Я вам сейчас скину наши ресурсы, чтобы вы знали их. Вот, допустим, на Mail.ru, если зайдете, там указано, там 22 тысячи фотографий. Вот. Если только вы на нашем Ютубе бываете, то это где-то 16 тысяч, наверное, 900 роликов наших. У нас очень богатые ресурсы. Там я отвечаю на вопросы. Вопросы разные-разные. Я в университетах пяти вел занятия, в школах, в всех отделах милиции, в воинских частях, заводы, фабрики. Поэтому у меня, ну, большой кругозор. И вышло вот из печати 38 книг. И поэтому мы решили проехать миссионерскую поездку из Барнаула до Владивостока, а потом забросили границы контейнером книги-то. И там уже дошли до Лиссабона, Скандинавию, Прибалтику, Север, Прошечки, 650 городов. И в каждом я дарил 38 томов. То есть, фактически, мы подарили по первому году издания на 35 миллионов. Видели у Путина, в библиотеке стоят, показали, говорят. Вот такое дело. А вы в тюрьме за веру, да, были в свое время? Да. А вы, если зайдете на наш сайт, я вам скину сейчас, сайт называется, то на сайте только ткнете, и сразу он откроется, православный библейский сайт. И там впереди книги. Для слова Божия нет уз. А вы знаете Ярл Пести такого? Ярл Пести? Да. Да, да, конечно. Вот. Я ему книгу послал. Мы, говорит, читали, говорит, со слезами. Там вся биография, как я был в тюрьме, как арестовывали, кто что говорил, за что. Все сказано. А так книги у меня не брошюры. Каждая книга 752 страницы. И в каждой книге... Ну, а как вот... Я еще вот слушал, между прочим, меня вот интересовало, вот, как сказать, Иоанн Златоуст. То я как раз, когда в Ютубе ввел, то там ваш голос, вы как бы его читаете, у вас ручка ваша. Да. Это мой, мой. Очень хороший, он хороший. Златоуст, такие у него тома, очень много томов, да? Двенадцать. Он говорит, много волн и страшна буря, но мы не боимся потопления, потому что стоим на камне. Все страшное в мире для меня презрено, а благоприятное смешно. Я не боюсь бедности, не желаю богатства, не желаю жить, разве только для вашего преуспевания. Для вашего преуспеяния, да. Да, да, да. Он говорит... Я просто познакомился с братьями, они пятидесятники, но они очень сильно там читали Златоуста. Это же как раз, я так как раз брал книги у него, но в Израиле я не провез их сюда. Но, может быть, здесь есть магазины, хотелось бы просто тут со временем немного так... В России, в России вы можете выписать сейчас, выписать. Для вас это очень дешево будет, только пересылка дорога. Двенадцать томов. Но они на бумаге на такой, я не знаю, они, Болодя, они как это, сшиты или склеены? А? Златоуста. Не знаю даже. Познакомься, из Израиля. Мир вам. Мир вам, да, мир вам. У тебя Златоуста, который там, можешь показать? Ну, могу, да. Он сейчас покажет какой. А я когда был в Америке, то там я видел настоящий Златоуст, репринтное издание в Италии было, на прекрасной бумаге. И вот, ну, они увидели, что я так люблю. И Архимандрит Кондратюк, Кондратенко или Кондратюк там, Арсений-то, мне подарил. А двенадцать томов, это чемодан. А в Вашингтоне был, там отец этот подарил мне, вот она. Дай-ка посмотрю. А, ну-ну-ну, ага. Вот, 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 светитель Ан-Златоуст, видите? Ну, качество, видите, плохое уже стирается. Ну, это так все сделано, поэтому дешевый такой. Я сейчас не пойму, они склеены или прошиты? Ну, вот, вот, показываю. Вот это что такое? Вот это что такое? Это каптал. Да, да. Ну, так открывается, может, даже склеено. А тот дорогой очень, и он мне его подарил. А в Вашингтоне мне подарили компьютер. А везти только один, тот или другой. Я вот так взял компьютер и Златоуста, чемодан. Компьютер поставил на пол, тогда у нас как-то трудно было с этим делом. А Златоуста, чемодан, вот так прижал и летел над океаном. Думаю, если упадет самолет, люди, может, найдут тут. А как вы, вот, Златоуста, вы уже, ну, как бы, вы давно, да, познакомились с его, да, произведениями? Давно уже, давно. Я его насчитал от корки до корки двенадцать томов. Двенадцать томов Жития Святых. Библия, Архипелагу, Лаг, Доброта Людей. Пятьдесят книг тогда я насчитал, и меня арестовали. Вот после этого уже... Я называю это апостола Павла, говорит, учитель вселенной. Да. Облетал всю вселенную, как на крыльях. Да. А я хотел сказать, у Вас сейчас холодно или нет? Да, уже сегодня снежок выпадал. Но это редкая такая осень. Обычно с четырнадцатого октября покров, земля уже покрывается снегом. А у нас жара, вот я позакрывал окна, как бы, жарко у нас сильно, жарко. Еще градуса тридцать, наверное. Вот такая, смотри, жарко, такой достаток у Вас. Чего же Вы сто лет-то не живете? Не, ну я же не знаю, но написано в Библии, что семьдесят при большой крепости восемьдесят лет. Ну у меня восемьдесят первый идет, я зачем еще живу тогда? Он был, наверное, как в одни ноя, говорит, сто двадцать. Сто двадцать, сто двадцать, это не жизнь, это строительство корабля. Сто двадцать лет до потопа. Это речь идет до потопа. А так как они не каялись, Господь двадцать лет обрезал, через сто лет потоп начался. Да, да. Ну, конечно, я во многом здесь разочарован. Почему-то, видите, как бы, ну, я ездил, был на Галилейском озере, вот, в Иерусалиме, но почему-то, как бы, ну, аж не верится, что здесь вот это все происходило. Что, как Златус говорит, солнце правды сошло сюда, на землю. Христос когда здесь был. Видите как. Вот я знаю, хорошие были тут баптисты из отделенных, совета церквей. Ревностные такие. А потом переехали в Америку, и оттуда приезжает отец, говорит, все развратилось. Все. Молодежь, это спортивная, клятву дают защищать Америку, как будто это не они были. Иосиф Бондаренко, это люди, которые сроки отбывали здесь, а туда приехали. Вот это что им приняли, гражданство дали, и они совершенно другие стали. Поэтому, а мы живем здесь нормальной жизнью. И врагов хватает, и друзей. И у нас есть регистрация общины пока. Мы благовествуем. Наша деревня... А как у вас есть прямая трансляция, вот именно как вы проповедуете проповеди ваши? Я как-то вот забивал, немножко видел проповеди. Ну как, я проповеди, когда батюшки нет, я в церкви говорю, отдельными проповедями. А так у меня оно здесь в аудио стоит. Сотни проповедей. А так-то если взять... У вас на сайте стоят видео проповеди? Да, видео проповеди. Есть, но не все. Потому что там у меня их записали больше 1300 проповедей примерно. Ну вы живете общиной, да? Как бы так, вместе? Ну как общиной? Каждый своим хозяйством. Что заработал, то его. Общего котла общика нету. Каждый работает. Но общее это то, что мы занимаемся. У нас занятия вот здесь. Я вам это все могу скинуть. Вы можете с нами участвовать. Четыре раза в неделю у нас идут занятия. По полтора часа. Ну да. Просто у меня бывает, я говорю, такой график, что я с 4 до 12 на работе. Это одна неделя. Потом одна неделя я вечером дома. Но у меня маленькие детки. Это сейчас девочка заснула. Заснула. И как бы порой шум такой, знаете. А это сейчас пока у меня стишина. Она спит. А жена-то у вас еврейка, нет? Жена? Да. Она удочеренная. У нее отчим. У нее здесь мама. Она мама не еврейка. Отчим. Ну вообще мы сюда попали как бы. Я еврей по маме. Но у меня как бы, я говорю, доказать ничего нельзя. Когда была война, разбомбили все. ЗАГСы. И это уже мы приехали в посольство через то, что у нее тут родители. И вам поверили без документов, что вы еврей? Ну да. Интересно. Да. А вы может видели? Нет, просто здесь родители из-за этого как бы понимаете. У меня знакомый, знакомый. Как правило, к этим событиям в отношении построения третьего храма, вот то, что сделка века Трампа, что сейчас происходит вот здесь, на Ближнем Востоке. Как вы думаете, вот скоро это все будет или нет? Скоро. Скоро. Все рядом стоит. Это антихрист сядет еврей, над всем миром будет царствовать три с половиной года. Вот он вас там прижущит тогда. Он поднимет гонение на евреев. Ну а смотрите, как вот быть в отношении то, что говорят, что это кушнир, взять Трампа? Или это еще пока неизвестно? Да нет, неизвестно. Не знаем. Мы знаем только, что это будет от седьмого колена блуда, из колена данного. Раввины приезжали в Америку, там осматривали, специально телок вырастили. Рыжую телицу приносить надо, пепел ее, чтобы ни одной волосинки, чтобы не было белой. А они щепетильные такие. Евреи, вот где у нас здесь, ну, в Барнауле. Он приходит, Каменецкий фамилия его, Каменецкий. Он бороду не трогает, такая красная, рыжая борода у него в шляпе. Умница такой. Я сколько с ними встречался. У нас еврейка одна была здесь, Королева Фаина Соломоновна. Здесь. И она же журнал приносила, лихаим, я спросил. Я говорю, а что такое лихаим? Ну, это как у нас кричат, выпьем или будьте здоровы. Что-то такое название. А там статья, это еврейский журнал, еврейский. И там написано, жиды, жиды, везде жиды. Как говорят, ну, они, а у них же юмора хватает. Вот ко мне привезли одного еврея на дом, я где нахожусь, баптиста. Он у них там познакомились как-то. Он у меня не больше трех часов побыл. Его Господь коснулся сердца, и он обратился. И стал православным батюшкой. Наум Израильевич, чистопородный еврей. Родители там живут. Он мой крестник. Пришлось ехать в Москву, в Переделкино. Это дача писательская. И там храм во имя Филиппа Колычева, митрополита, которого Иван Грозный задушил. Малюта его, по его указу. И вот он теперь... Вот, Надя, только тут... Пусть зайдете, я когда скину вам на наш YouTube. И там его сын Георгий зашел тоже первый раз. И 47 вопросов мы вечером решили. Вопросы за вопросами возникают у него при чтении. Ну и 47 ответов получил. Я когда отвечаю, не то, что смещенники отвечают, как это. Я говорю, это абсолютно неправильно. Они пришли не к тебе. Они через тебя хотят узнать волю Божию. А что ты языком-то звуки издаешь, а все нету? Вот я отвечаю, когда, в первую очередь, у нас в Библии 77 книг, они 66. Вот она полная. Полная. У баптистов, у сектантов, у еретиков у них она 66. 66, а тут 77. Даже цифры-то говорят, что это неладное. А перевод-то берут, они печатают с синодального издания. И вот, когда начинаем, встречаемся где-то говорить, то мы обращаемся к знакомым местам писания. А мне задают разное. У нас на занятиях бывает там 50-ники, харизматы, адвентисты седьмого дня и кого только нет. И там из КГБ, и краевая администрация, это в университете я занятия вел, в пяти университетах сразу. Ну и отвечаю, что говорит на этот вопрос Библия святая? Вот он вопрос любой задает, по жизни, по семье, по Слову Божию, по событиям мировым, экономика, социология. Разницы никакой нет. Обязательно Писание что-то говорит. А вот это Господь открывает. Второе. Как это место или на этот вопрос отвечают святые отцы? А это патрология мини, примерно, 300 томов. 300 томов. Это большая библиотека. И что об этом говорят святые каноны церкви, соборы? 719 правил, я должен знать. И жития святых. 12 книг, это 1173 биографии. Это я отвечаю на один вопрос по этим вот параметрам. И плюс, что говорит мировая поэзия, мировое искусство. Поэтому, когда зайдете на наш сайт, то справа 55 папок. Я отвечаю на 4124 вопроса. Таких ответов нигде нету. В интернете не знают люди, ни профессора, ни академики. Они не знают. То есть они знают, книги есть, а ответить, я же на кафедре стою, я не побегу домой узнавать. Я должен все держать в себе. Это Бог делает. Это нельзя объяснить. Я вас слушаю так и цитирую слово Божие. Так интересно. Я вот сегодня одному отвечал, он говорит, это воображение. Я объясняю, такая есть наработка одна, войну проверяли. Убьют командира, а ему было там, допустим, руководил он полком, полковник. А на его место подполковник. А почему-то выскочил лейтенант и повел людей в атаку. Почему? Кто лидером становится? Лидер, лидер это в семье, что ты не подкаблучник. Шесть качеств. Первое, воображение должно работать. Воображение. Ты еще не начинал строить, не переехал в Израиль, а ты должен узнать, какие неприятности, как в школе будут, как относиться будут. Должен знать все. Второе, это знание, как это дело сделать. Третье качество, умение самому сделать это. Четвертое, решимость. Порвался, сорвался с места, значит, возврата нет. Пятое качество, беспощадность. Если тебя обманывают, где-то с таким расстаться, как Павел. Хотел Марк ехать, когда отстал? Он говорит, нет. И все, Варнава избрал Марка, потому что он был ему дядя. А этот взял силу и пошел. Отсюда вы... Это вроде он потом сказал, да, говорит, Марка возьми, это потом уже. Да, да, да. Я говорю о том, что Павел был беспощаден. Раз он, когда мы были в путешествии, нас бросил. Второй раз я его не возьму. А зачем он нужен? На половине дороги носилки бросил. И самое трудное, последнее качество, это привлекательность. У нас есть такие люди в общем, которые пять качеств у него отличные. Шестого нету. Привлекательность, это люди, сердца открывают этому человеку, и он как бы с ними всегда... Он даже уехал, но он в эпицентре событий. Они бы что не делали? А как бы он так поступил сейчас? И они воображают, зная его примеры настроек, говорят, он так бы сделал. Его нету, они руководствуются тем, что он заложил. Это привлекательность. А так бывает, не любят, только ушел, отрезали, больше его не пустят сюда. Вот это вот ты должен знать. Вот говорят, вот у меня вопрос, а как делать? Я говорю, четыре вопроса. Первый вопрос, ну ты решил жениться. Что ты ищешь? Плотского или небесного? Временного или вечного? Вот один вопрос. Ты сам должен знать. Женить бы никак к вечности-то не относится. Дальше. Что об этом говорит Святая Библия? Третий ответ. Что об этом говорит моя совесть? И четвертое. Не будет ли это соблазном для кого-то? Вот вы решили поступить, делать эти столы мраморные. И у вас вопросы должны были эти быть. У вас там пыли много? Не, ну как бы я не хотел именно сюда идти назад. Просто тут такое бюро трудоустройства. Вот это вот то, что мне предложили, этот завод. Я как бы, ну, я не скажу, что мне это нравится. Но пока есть тут такая система капиталистическая. А сколько вы уже работаете? Я вот около года. И сколько в месяц получается? Какие шекели там получаете или доллары? Не, у нас шекели. У нас где-то, ну, если в три смены, то где-то до 8 тысяч шекелей получается. Это, ну, почти 2 тысячи долларов. Ну, здесь, как бы, ну, квартира у нас же тоже стоит 800 долларов где-то. Вот мы снимаем квартиру. Прикольно, где-то 800 долларов получаем. А почему вам не построиться-то никак? Не, ну, как бы, не, здесь жилье очень дорогое. Здесь просто миллионы. Тут, как бы, ну, люди берут кредиты на 30 лет, понимаете? То есть, должны их делать с арабом взаимодавцы. Евреи всех закабалили вот этими ипотеками и прочее. А вы знаете, Борис Абрамович этот был, Березовский, которого убили там в Англии-то. Ну, и, а тут прокурор был Российской Федерации, Скуратов. Ну, они друзья, он говорит, Боря, а ты чего не поедешь в Израиль-то? Чего ты тут толще? Вот удовольствие нашлось. Говорит, утром проснуться и знать, что 8 миллионов евреев думают, как тебя обмануть. Это евреи об евреях говорят. Здесь же, кстати, и пословица такая. Мы сюда приехали, я же говорю, здесь, вы понимаете, очень жизнь беспощадная. Здесь даже пословица говорят. От шабата до шабата брат обманывает брата. А шабот уже нельзя. А шабот нельзя уже, да? Да, а потом еще такое, смотрите, говорят, ну, как дела? Ну, говорят, как в Израиле дела? Работа, дом, шабат, шалом. Ну, то есть, как бы, жизни мы тут не видим. У нас интересно тут, в литературе пишут, евреи, которые соблюдают, знают, субботний путь больше нельзя, ехать нельзя. Но плыть можно. Так они, говорят, грелку под задницу и поехали. Да, да, да. А когда идут, свадьба какая? Они на колесо льют воду, чтобы как по воде шло. Ну, ну. У Лескова Николая Семеновича это подробно все описано, там, кувертология. Ну, здесь, я же говорю, то, что я работаю на заводе, в основном русскоязычные из Кавказа, как бы, евреи, но они, ну, как сказать, что, как таково, все безбожники, понимаете. Что здесь, как бы, я не, ну, я что-то думал, Израиль, здесь все, как бы, тут очень много арабов. Вот в Назарете я был, когда, там, где Мария родилась, то там тоже арабский такой городок. И два храма там есть, там, где ангел явился ей, и там дом Иосифа. Два храма, то я тоже был в этих храмах там. Ну, а фактически здесь, как бы, сказать, на Украине у нас было время немножко побольше. Здесь, как бы, ну, как бы, тут ты не работаешь, с тебя будут деньги снимать. Вот не работаешь, с тебя больничная касса, страховка, вот это все. Здесь такая какая-то система, ну, рабство просто. Люди, как бы, в рабстве находятся. А не надо болеть. Болеть не надо, и все. Ну, да. Не, ну, пока, да, вот первый год еще, ну, мы адаптируемся. Пока, если еще, я же говорю, еще многого так непонятно, но... Ну, чуть-чуть выше, чем в Украине уровень жизни. Там вообще я, как бы, миссионерством занимался. Я 8 лет провел в миссиях, я тоже, как бы, проповедую Слово Божье. Вот, объехал, как бы, всю Украину, заканчивал библейскую школу, но в сфере 50-ников. Но, когда я с братьями познакомился с одними, вот это вот, по Златоусту, и вот я, как бы, вас так слушаю, ну, мне нравится, так бы, здраво бывать. Объясняете. Ну, ладно. Но здесь пока мы не ходим в собрания, потому что здесь, ну, пока, я же говорю, мы живем, вот в нашей местности одни синагоги. Вы видите, что я пока... Это Карат. Карат. А вы с мусульманами там не беседуете? Не, ну, они же, как бы, на арабском языке. Тут, в основном, ну, мусульман очень много, и вот, как бы, арабы они, они на своем языке говорят. Так изучите. Ну, тут, дай бог, чтобы еврит выучить. Еврит тоже такой, ну, непростой язык. А сейчас... И на еврите говорить, а идешь, идешь-то тоже надо знать. Ну, тут, в основном, сейчас, вот, у меня жена ездит, сейчас жена ездит, как бы, восемь месяцев надо учить, ульпан называется, она учит еврит. Ну, как бы, в нашем возрасте уже, видите, не так легко, а вот деткам, как бы, они у меня в школе и в садике. По им уже, как бы, они волей-неволей, они уже потихоньку разговаривают на еврите. Ну, все тут, культура, вот, например, смотрите, сейчас суббота мы отдыхаем, завтра я иду на работу. Воскресенье — это рабочий день. Шесть дней в неделю работаешь, один день отдыхаешь. Как бы, немножко мне, как бы, после Украины тут чуть-чуть тяжеловато, знаете. Здесь даже, говорят, люди с ума сходят. Есть психбольница, и больные называют себя, как бы, Ависалом, Давид, Мария Магдалена. А знаете почему? Потому что они мечтали попасть сюда, и когда они попали сюда, то их неожидаемое не совпало, как бы, то, что они в реальности увидели. Понимаете? То, что здесь, как бы, происходит, на самом деле, ну, как Павел пишет, никто Бога не ищет. Собратились каждый до одного, никто Бога не ищет. Тут приезжали с Израиля, мне бесплатно туда они хотели, чтобы я съездил туда, посмотрел. Уже сколько раз хотели. Я говорю, зачем? Ждать, когда в аэропорту стоять ждать. А там приехали наши, воровство, говорит, такое, из рук сумочки вырывают, ребятишки там, то ли арабские, то ли щи. Не, ну, как бы, я думаю, что каждый верующий человек просто даже, вот, я говорю, когда я был вот в Иерусалиме, ну, оно-то неплохо, знаете, как бы, посмотреть, ну, один раз в жизни, то оно, я думаю... Но просто проблема, видите, запутано все, что две голгофы, две голгофы. Одна там, как бы, сад есть, гробница есть, и другая там обстроена, по-моему, православной церковью. И, ну, там, где благодатный огонь сходит, вот, получается, две голгофы. И точно, как бы, никто не знает, где конкретно это было. Да, от этого ничего не зависит. Ну, как бы, апостол Павел говорит, если мы знали Христа по плоти, да, то мы уже не знаем его. Ну, это о Христе, то есть он теперь уже не жаждет, не алчит, не спит. Такого Христа мы не знаем по плоти. А тот, который вознесся, пришел при закрытых дверях, это совершенно другой. Написано, пришел к своими, свои его не приняли. А тем, кто принял, да, он дал власть быть чадами Божьими. Так. Ну, ладно, если вопросов нету, я вам сейчас скину наши ресурсы. А вы, может быть, вы извините, я говорю, мне просто вот понравились вы, и мне захотелось, так знаете, позвонить, познакомиться с вами, чтобы... Ну, познакомились, познакомились. Вы, когда будете считать Библию, и когда у вас будут вопросы, а вас обязательно будут, потому что православная церковь обладает всем этим богатством. А эти сектанты, писятики, это еретики, они уж потом возникли. Придумали слово динаминация, конфессия. Этого нету. А вот вопрос, вопрос, смотрите. Очень много, ну, здесь тоже очень много церквей в Израиле. И вот есть и харизматические, писятининские. Ну, и каждый называет, что вот он, ну, это церковь Божья, церковь Иисуса Христа, что пастор Богом поставлен. А как, ну, где гарантия того, что действительно это от Бога, или же это будет организация? Это, знаешь, как один говорил, брехуны. Потому что Христос основал церковь в день Пятидесятницы. Один раз не сказал, что потом эта церковь будет плохая, а потом отдельно баптисты в семнадцатом веке, в восемнадцатом Пятидесятнике. Это выдумка. Это потомки Дафана, Верона и Корея. Чисто, шестнадцатая глава. Это обман. Церковь одна. А это надо спрашивать не какой конфессии, а всегда, когда разговариваешь, какой ереси принадлежишь. Церковь и ересь, другого нету. Господь, говорит, я предложил тебе жизнь и смерть. Если у вас нету рукоположенных от апостольских времен, рукоположили они епископов, и те так, связь прерывается, хератония, ничего там нету. Вы обманутые. У вас ни причастия нету, ни церковь. А Христос за церковью придет-то. Это глубочайший обман. Не, но в этих общинах есть причастие. Какое? Какое в общинах причастие? Откуда оно? Откуда оно? Они берут хлеб, пломают. Говорят, а что людям даете? Хлеб. Они даже не настаивают на этом. Это у нас, говорит, подобие. А в церкви не подобие. Христос дал и сказал, плоть моя. Это никто не может сделать. Только священники, у которых рукоположение от епископов, или сам епископ, от тех епископов, от другого, и так до апостолов. Вот у нас у русских от Андрея. У католиков идет от Петра. Вот северная Африка там идет от Марка. То есть все известно. А это еретики. В Америке больше 20 тысяч названий. И что это? Церкви? Они друг друга не признают. У меня вот друг в Украине как бы очень хороший, он такой богобоязненный. Но проблема в том, что он говорит, ну сколько церквей, каждый живет. Вот у нас истина, приходи к нам. Столько ересей. Вот понимаете, вопрос. Столько ересей, я не знаю, кому прислать. Не церквей. Это вы обманываете себя. Церковь одна. Христос говорит, создам церковь. Не церкви. И врата ада не одолеют ее. А кто врата ада? А то, что в ворота ада идут. Это еретики. Вот эти все конфессии назвались. Конфессии, динаминации. Нет этих слов. И не было. Это слово ересь сатана прикрыл. Вот сейчас есть такой ролик один. Вы можете посмотреть на русском языке. Называется «Интервью с дьяволом». Подобрали человека. Ну, сатана и сатана. И журналист берет у него. И он говорит, как обманывать людей. Я предлагаю человеку, большей части истина, но немножко ложь. Немножко, и человек уже мой. А он его спрашивает, почему наша встреча в лесу? А он говорит, а где вы хотели? В церкви? Да нет. Сатана в церкви не будет. Он захотался. Ты даже не знаешь, что там люди 90% мои. А как вы знаете? У нас в житиях святыхт описано. Смотрит, дьявол идет. Он с ним разговаривает. Макария египетский. Куда идешь? Он говорит, как куда? На службу? К кому? К православным. Тогда других-то еретиков не было. А разве ты там бываешь на литургии? Без меня, говорит, ни одной литургии нет. А почему? И он ему открыл глаза, и он видит. Он идет, тот цветок бросит. Человек засыпает. То дает ему, рукам пробел, так, находит такую благовидную причину, чтобы выйти пораньше. А у нас каноны, не опаздывать и не выходить раньше, пока не кончится богослужение. Вы отнеситесь очень серьезно. Это душа. И вам уже возвратили. Я хотел сказать, мне немножко было непонятно, видите, вот в плане православия, что там за умерших, как бы молятся, и вот это вот отпевание, как бы, ну, то есть, вот, например, у меня отец был, как бы, в тюрьме сидел, был наркоманом, он умер, его мама пошла в церковь, там, земельку понесла. Но вот эти вещи, они мне непонятны. Или вот крещение младенцев? Пора это не надо. Дело в том, что за умерших в Израиле всегда молились. Это у нас в книге Маковейской написано. Польза есть или нет, но чувство любви сохраняется. Потому что, если мы верим, что у человека душа бессмертная, то мы же на уровне духовном рассуждаем. И человек, допустим, апостол Павел, где он говорит, желаю разрешиться и быть со Христом. Он со Христом? Да. Так он ближе всех, поэтому я прошу апостола Павла, помоги мне. И он открывает. А почему ему так написано? Написано, говорит, мы приступили к духам праведников, достигших совершенства. Павел говорит, к духам достигших. То есть умершие люди, и они там находятся. А где? Под жертвенником. 6 глава, 9 стих Апокалипсиса, Откровение. И душ его запили. Господи, запомните, пока не дополниться число. Доколе, владыка, не мстишь. Не мстишь. То есть они душу убили. То есть это убитые люди. И они знают, что на земле делается. Доколе не мстишь. То есть они неотомщенные, живут и царствуют. Господь говорит, подождите, пока братья ваши, другие убитые будут, дополнить число. Нужно 5 миллионов, а только 4,5 пока. Надо серьезно относиться к этому. Возвратиться нельзя. А еретиков этих, конца края нету сколько. Вы пойдите в православную церковь. А это что-то... А у меня церковь... Ну какая церковь-то? Какого дня она возникла-то? Она церковь. Вот вам встречается на Украине. Украина это перевалочный пункт всех ересей из Америки сюда идет. Она заражена всеми. Приезжают оттуда священники толстомордые, пузатые, бритые. Страшно смотреть. А вы знаете этот Андрей Ткачев? Иногда я служу Андрея Ткачеву. Это как вам? Ну как, смотря как. Смотря что. Очень много хорошего говорит. Да, бывают... Но помните, он так обращается и говорит, надо всегда молиться. Говорит, вы что, Николая чтите, а Христа вас скрежем не чтите. Да, он говорит, Илья говорит, пророк придет, а нам голову поотвинчивает. Да, 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 да. Не, ну вот в этом плане... Ну, потому что я же говорю, что понятие, видите, православные сегодня, люди совершенно бывают, ходят, но они не читают Библию. Ну да, интересно, конечно. Я вот, кстати, был там, где, помните, сотник получил, где слуга сотника был болен. И вот я как раз был вот это вот у Галилейского озера, там прямо на берегу находится. Меня это совершенно не интересует. Я похож на него или нет? Буду ли я так жить? Вот один вопрос. А это, места где, да неизвестно, что мне это место дастся? Не место красит человек, а человек красит место. Да, 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 да. Интересно. Так. Ну, если вопрос... Да, мы сейчас расстанемся. Я сам не делаю там это ставить-то, ну, я постараюсь к утру поставить ролик. Вы к нам зайдете на наш сайт и вы себя увидите. Ну, пусть вас Бог благословит и вам еще долго прожить, да. Да, Богу слава. Может быть, будете за меня вспоминать в молитвах, хорошо? Ваше имя Артур? Артур, да, Артур, Артур. У православных нет такого имени? А, мне мама называет... Вы крещение, если будете у православных принимать, то лучше всего вас назвать, что у первой буквы сходились Артемий. Артем. Ну, не, ну я же... Я вообще в детстве меня крестили в православной церкви. Как? На Украине не крестят, они только мочат. Крещение должно быть с полным погружением. С погружением, да, да. Но я принимал крещение в 50-ти. А это нет. Это говорит не о очищении от грехов, а о сквернении. Святые прямо говорят. Вот мы считаем, Деяния апостолов, 2-38. 2 глава, 38-й стих. Люди вас запилили. Что нам делать, мужи и братья? Петр говорит, покайтесь, запитая. И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Мы с баптистовым беседом. Я говорю, у вас крещение что дает? Обещание Богу доброй совести. Да его можно без крещения дать. Омытие от грехов. Ой, что вы говорите? Какое омытие? Я говорю, Библия говорит. Здесь крестится во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Для. А 22-16 к Саулу пришел епископ Анания и говорит, что ты медлишь, брат Саул. Уже брат. Уже покаялся, когда его ослепило. Что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои. Омой. Он в грехах еще. Баптисты, они все такие, они извратители Слова Божия. Они вообще не понимают. Как у вас по отчеству? Геннадий? Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович. Я хотел спросить у вас, вот смотрите, там написано в деяниях во имя Иисуса Христа крещение, а Христос когда, ну, в Евангелии от Матфея, помните, он говорит, идите, научитесь крестя во имя Отца и Сына Святого Духа. Я знаю. Это означает, произносить надо, крещаясь во имя Отца, второе погружение, три погружения, Сына и Святого Духа. А это во имя Господа означает с верой во Христа, что я уверовал. А слов во имя Господа такого нету при крещении. Все эти вопросы отвечены были в первом веке уже. Так, мы расстаемся. Я сейчас вам скину. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Может быть, еще когда-то созвонимся. Ну, когда-нибудь, не раньше, чем через месяц. Я сейчас скину, когда можно к нам заходить. Кроме сон. У меня сын родился 19 января. Первый не сродился 19 января. Ну, это крещение. Как раз на крещение. Крещение Господне. Все. Выключайте. Всего доброго. Да, всего доброго. Выключаемся. Ну-ка, выключайте.